В нашем модном финале три сногсшибательные, шикарные и непревзойденные красавицы. Встречайте! Гала Ирина Милан и Кристина Быкова! Продолжение следует... Говорят, что девушка должна надевать такое платье, чтобы мысленно захотелось раздевать ее глазами. Какие же чувства возникли у членов нашего жюри при виде наших очаровательных девушек? Давайте у них и выпытаем. Девушки, я вас всех хвалила на протяжении программы, но сейчас мои эмоции лучше не высказывать вслух. Вот эти два варианта меня отправляют, естественно, к свадьбам. Тот вариант меня отправляет на яхту в Сент-Ропе. Я хочу остаться в Киеве на нашем шоу и увидеть икону стиля. Начну, наверное, Кристин, с тебя. Твое платье мне понравилось. Оно сложно скроено, оно непонятное. Это для какого-то свадебного торжества специально было шито платье? Да. Практически. Пусть будет это тайно. Я не хочу еще просто рано говорить. Ах, вот. Он еще не знает. Я понял. Для какого-то важного... Он еще не знает, что платье уже готово. Ну, знаешь, что раньше времени не обрадовался. Платье мне это интересно на тебе. Оно выглядит симпатично. И вот это вот украшение, и клатч такой Минадьерты выбрала. Но, вот я, ты знаешь, я смотрел и думал, ну вот как? Ну вот зачем? Зачем нужно было надевать эту обувь? Я думаю, что, Данил, возможно, не к фасону вы имеете претензии, а к горчичному цвету. Ну да, цвет. Если бы это был беш, ну я не знаю, или кардинально другой цвет. Но горчичный оттенок, он не совпадает ни с цветом кожи, ни с чем, и вообще не подходит к белому платью. Вот я хотела бы вас, девушки, попросить, пожалуйста, Кристина и Гала, показать вашу обувь вместе сейчас. Синхронно. И вот смотрите теперь по колористике. Если бы вы за кулисами так поменялись, то и одна, и вторая бы заработала на 2 балла больше. Почему? Потому что под ваш цвет идеально подошли бы вот эти туфли, а под белое платье идеально подошли бы ваши. А я могу переобуться? У меня есть такая пара. Нет, у вас был один выход, к нему вы готовились, и вы стратили. Я не понимаю, что вы прицепились к бедным девочкам. А, точно. Ну, вы красиво одеты, так все свежо, так все женственно, нет такой откровенной доступности. Только все так невинно. Ирочка, ну, вы понимаете, что ваши как раз платья, мои члены, так сказать, два моих члена, они точно сказали, что это свадебное платье, точно никуда нам с вами не деться. Три. Но я вам могу сказать, что несколько мероприятий, которые я посещал вот буквально вот совсем недавно, вы представляете, что были девушки в белом похожих платьях, и ничего страшного. Сергей, вы, кстати, бы с ней очень сильно рядом бы смотрели. Да и посмотри, я сейчас встану и посмотри, как она будет смотреть. Давайте, давайте, под аплодисменты остановитесь. По ногам, чтобы как-то перья подружились. Властью данной мне, проектом икона стиля, объявляю вас. Посмотри, как мы смотримся. Шикарно. Галя, ну в повороте. Я ж не просто подошел. Оно ж все же прямо, и прогибы, и изгибы все. Даже видно, что холодно у нас в студии. Сергей, ну куда вы пялились? У вас не одна деталь пикантная. У вас вот эта часть, вот между рукой, потом вот третья вот здесь вот. Смотри, какая деталь. Пикантная часть между рукой. Галя, я удовлетворился и пошел на место. Я желаю вам очень хорошего конца. Это Сергей Зверев, спасибо огромное. По мнению нашего уважаемого жюри, после такого прекрасного вечернего выхода должно идти бросание букета и разрезание свадебного торта. Девушки, спасибо вам огромное. Ну и теперь самый решающий момент нашего проекта. Вы должны будете сказать, кто становится иконой стиля. И, к сожалению, мы потеряем еще двоих прекрасных девушек. Коллеги, честно вам скажу, если предыдущий выход в шляпах захотелось нам оставить сразу троих, то здесь я вот не могу сказать, что все девочки справились с этим заданием, как по мне. У меня здесь нет какого-то явного лидера, фаворита. А у меня не просто нету фаворита. Я бы с удовольствием отправила всех троих. Но извини меня, в последнем выходе, но когда вы уже знаете это задание, свадебное платье и вечернее платье, это две абсолютно разных категории. Когда у нас будет выход в свадебных платьях, тогда мы будем обсуждать свадебные платья. Ой, ну согласись, что это платье назвать свадебным можно так, с очень с натяжкой. Наступает самый решающий момент нашего шоу. Компетентное жюри было очень благосклонно к девушкам, и все три показали свои лучшие вечерние наряды. Но кто из них сумел использовать второй шанс? Кто достоин, чтобы полететь в Париж? Кто может стать иконой стиля? А кто так? Кадилом гламура. Сейчас мы узнаем имя самой стильной и модной девушки нашей страны. А все остальные, к сожалению, пролетят как фанера над Парижем с трехметровой высоты. Затаив дыхание, мы можем назвать имя победительницы. Итак, в самом непредсказуемом фэшн-шоу страны икона стиля побеждает... Ирина Милан! Очень страшно. И кажется, что ты летишь вроде бы недолго, но у меня такой туннель, вроде бы я летела минуту где-то. Конечно, для себя я считаю, что, как я и сказала, я икона стиля, потому что у меня свой стиль, особый стиль. Может быть, он не до конца понятен был судем. Но, честно говоря, ни секундочки не расстроилась. И менять его, каким-то советом, конечно, я прислушаюсь, но менять кардинально не собираюсь. Я считаю, что у меня все хорошо. У меня были неидеальные образы, в принципе. То есть у меня были небольшие ошибки, небольшие огрешности. В жизни я буду с ними бороться, чтобы быть иконой стиля для себя и для близких окружающих меня людей.